Продолжение следует... 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 То, что представлено на слайде, относится к рутинной микрохирургии, это пришивание утерянных в результате травм частей тела, это восстановление после операции по поводу удаления опухоли, реконструкции различные, пересадки комплексов тканей, формирование новых органов, полностью реконструкции человеческого тела, которые носят название хирургии, качество жизни. Отдельно остановлюсь немножко о реконструкции нервной системы, потому что я занимаюсь этим вопросом. Дело в том, что очень важно подключить у парализованных людей провода, то есть нервы, таким образом к головному мозгу, к центральному компьютеру, чтобы мозг понял, что произошло. В общем, зачастую после операции наши пациенты выглядят, как представлено на данном слайде, немножко находятся в таком недоумении. Например, если у пациента есть дефицит разгибания кисти, он не может, у него парализована вот эта часть нервной системы. Мы можем использовать нервы, которые отвечают на сгибание кисти, и переключить несколько волокон на сгибание. И тогда пациент после операции, когда начнет реабилитироваться, если он захочет разогнуть кисти, ему придется подумать, что он хочет согнуть ее, но захотеть разогнуть он должен сильнее, чем захотеть согнуть. Понимаете? И самое интересное, что наш мозг к этому всему привыкает. Особая такая пластичность нашего головного мозга обуславливает возможность таких сложных реконструктивных операций. Кроме того, микрохирургия занимается постоянным поиском регенеративных возможностей. Каким образом можно установить поврежденное человеческое тело? Наподобие саламандры, которая может отращивать оторванные конечности, хвосты, даже внутренние органы. И наподобие других млекопитающих, которые обладают регенеративными способностями. Это пул стволовых клеток, те самые, которых вы наверняка все слышали. Это те клетки-предшественники, которые помогают восстанавливаться. И это тот закрытый для нас пока мир, который мы постепенно открываем. И я думаю, скоро будем внедрять уже в хирургии. И здесь на слайде вы видите представлен пример, каким образом человеческий организм, организм ребенка может при помощи использования этого кула стволовых клеток восстановить участок поврежденной фаланги, кончик пальца. И на самом деле, я не знаю, почему наша медицина не предлагает, доктора не предлагают нашим пациентам вот эти интересные операции, вот эти восстанавливающие операции предлагают зачастую очень странные устаревшие технологии. Технологии, которые, честно говоря, являются совершенно бесполезными. Опять же, как представлено на слайде. Я не знаю, с чем это сравнить, но тем не менее. Ну вот, таким образом у нас происходит в нашем здравоохранении. И я думаю, что по этому поводу мы немножко сейчас еще обсудим с Владимиром Федоровичем. Спасибо. Я должен вернуться к предыдущему слайду и сказать, что даже не все врачи знают о том, что у детей до 12 лет. Верните, пожалуйста. Можно без операции, и нужно без операции добиться восстановления кончика пальца, и все ткани могут вырасти. Для этого не нужно культивообрабатывать, и есть специальные растворы, которые вызывают те биологические, скажем, электробиологические эффекты на форму образования. Это известный феномен, описанный недавно нашим, опять соотечественникам, уехавшим в Соединенные Штаты, Марком Левиным. Ну вот, уехал, и теперь вот такие вещи делают. Поэтому это очень удивительный факт. Вы сегодня впервые, врачи не знают это, а вы это теперь знаете, что не надо оперировать этих детей до 12 лет. После 12 лет уже невозможно. Дальше. Итак, почему у государства нет интереса к микрохирургии? Абсолютно нет. Абсолютно. Потому что у государства другие приоритеты. Государство не может всем интересоваться. Приоритеты сегодня два. Это демография, то есть увеличение численности населения, и снижение смертности. Но есть тут еще одна вещь, очень важная, которую я услышал два дня назад на форуме здравоохранения в Москве, который шел под патронажем Ольги Голодец. В России человек не является главным ресурсом, поэтому хирургия и качество жизни никому не нужна. В приватной беседе профессора Сао Кашима недавно мне в клинике сказал, вы знаете, почему Япония развивается? Она только надеется на интеллект граждан Японии. У нас нет надежды ни на нефть, ни на газ, ни на руду, только на маски. Следующее. А почему у врачей нет интереса к микрохирургии? Потому что это сложно, потому что дорогое обучение, потому что это ответственность, и потому что министром здравоохранения не является Борис Васильевич Петровский. Поэтому сложно. Борис Васильевич Петровский в 1973 году, создавая реконструктивную микрохирургию в Советском Союзе, подготовил приказ. Он был директором института хирургии, одновременно министром, в котором микрохирурги обозначались. Это заработная плата врача общего хирурга плюс 50% за сложность. В чем состоит сложность? Не только в многочасовых операциях. Самая длительная операция у нас была 16 часов. И потому что вот эта нагрузка на зрительный анализатор приводит к очень большим проблемам, когда ты не можешь избавиться от ощущения свечения в затылке. И для этого нужна специальная темная комната, в которую тебя приводят в соответствующее состояние. Поэтому не хотят люди быть микрохирургами. Следующее. Почему в России нет интереса к микрохирургии, а в Японии есть? Да очень просто. Во-первых, там сначала был такой спортивный интерес. То есть кто сможет наиболее тонкие сосуды сшить? Вот шьем рутинные микрохирургии, это до миллиметра. А японцы говорят, а слабо 500 микрон? А слабо 400 микрон? Нет, не слабо. И они это делают. Но у них есть еще одна особенность. Это то, что японцы создали в своем обществе отрицательный образ югудзы. Мы об этом скажем. Итак, вот что в нашей стране мешает? Прежде всего, у нас 10% населения инвалидов, а в этой группе 10%, то есть 13 миллионов, очень большую роль могла бы сыграть в уменьшении числа инвалидов, как выхода, так и снятия с инвалидности, реконструктивной микрохирургии. Но она там отсутствует. И второе, это наша ментальность. Видите? И так сойдет. Люди ко всему нашим приспосабливаются. Они не хотят пока думать о хирургии и качестве жизни. Ни государство, ни пациент, ни врачи. Пожалуйста. Первая супермикрохирургическая операция. Сосуды диаметром 500 микрон, увеличение 36. Специальный микроинструментарий для супермикрохирургии свецарской фирмы СНТ. Первая пациентка в Томске. Излечена от тяжелейшего отека после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. И идеологом является вот этот самурай во многих поколениях. И Сао Кашимасан, наш шеф. Мы его любим. Итак, сегодня мы пришли к пониманию тому, что микрохирургия от технологии переходит уже в специальность. Есть две страны, где есть специальность. То есть есть свои потоки пациентов. Это Бразилия и Франция. Но мы пришли к совершенно неожиданному пониманию того, что появляется совершенно новая идеология, новая религия, хирургия. Два человека. Оба граждане Франции. Один российского происхождения, Залманов, а другой французского происхождения. Два французов, французского и русского происхождения. Итак, обратите внимание. Болезнь и энтодрама в двух актах, из которых первый разыгрывается в угрымой тишине наших тканей при погашенных огнях. Когда появляются более другие неприятные явления, это почти уже всегда второй акт. Вот мы работаем с рутинной микрохирургией во втором акте. А Кашима предлагает работать в первом акте. И это оказывается можно? Пожалуйста. Новая идеология. Итак, работа на микросиркультурном русле. Увеличение 50 крат. Шовный материал 12 нулей. Толщина 45 микрон. Увеличение 36-50 крат. И лучше 3D. Этому удалось получить этот навык на Окинаве в 2009 году. Итак, супермикрохирургия в онкологии. Один пример, и вы придете к пониманию тому, что это революция. Впервые в Томске 29 сентября были продемонстрированы в докладе Кашима 12 пациентов с лимфангиосаркомой, тяжелейшим опухолевым процессом, который без химиотерапии, без лучевой терапии, был излечен только тем, что с помощью методики супермикрохирургии было воссоздано и реконструировано новое лимфатическое русло. Это вызвало большое удивление у наших патологов-анатомов томских, которые никак не могли объяснить. И спрашивают у него, а как вы объясняете? Он говорит, не знаю. Итак, на повестке дня. Готова ли Россия внедрять технологии хирургии и качество жизни? Может быть, вы им поможете? Может быть, вы ответите? Может быть, вы знаете, готовы или нет? Может быть, мы просто скептики? Может быть, у нас плохое настроение? Мы говорим, что то плохо, другое плохо. А может быть, вы знаете? С Новым годом! С Новым годом!